Ну а ты играй в одну игру, а не как всегда. Может мы начнем выигрывать. Алекс, ты лучше книжку читай и играй. А ты вот смотри, вот ты кстати просто не в курсе. У меня лежит сейчас телефон и я на ней книжку читаю. Параллельно играю в две игры. Знаешь, мне кажется, ты Сибирь Стиш. Сейчас Андрей Крузов читаю. Крутая книга. Как? Приграничная? Приграничная. Да, прикольно читал я. Вот закончил сейчас про тьму, как он там называется, у меня тоже серия. Когда они попали в мир. Или там черные водились. Адаптаны. Потом книгу, две книги подряд выпустили. С последнего было бандит. Вот. Куда лучше бронетанковый пойти? На Михаэль. На Михаэль. Со мной. Так парни, а что на Грегори мне одному, да? Сераф, ты куда пойдешь? Я налево. А, налево, да? Давай тогда я на Грегори пойду. Давай я на Михаэль тогда обоснусь. Я на Грегори с правой. Парни, вам в боем. А, ну да, вы там если чё, как бы этот, написал вообще. Вон всё написали. На Грегори помогут. А, ок, ок, ок. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Мне ещё проще. У меня, у бабушки, у меня дед тоже был энергетиком. Главным пожарником на заводе в своё время. И у него дыхилища книг по энергетике. Там, ой, потакани, потакали. Электроприон, приборы, электроионные какие-то приборы, хер пойми. Я сегодня к бабушке зашёл, после фигулка, после пар. Почитал, говорит, обьи. Ну, бабушку по-царски. Короче, вот эти книги я себе заберу нафиг. Тогда у меня жёсткие пары пойдут, чтобы заучивать. Заебался на работе людей гонять. Раздолбаюсь, с армии приходят, нихуя ничего не гонят. Сейчас в последнее время молодежь как-то пошла, мило. Не то, что на что время. Да нет, просто как-то... Ты правильно заметила? Вроде как бы учат, там, какие-то правила, да, говорят, что вот так, блядь, делать нельзя. Потому что отношение другое совсем. Вот. Радар на снутри. Случай был до Нового года. Пришёл парнишка с армией в Калининграде. Такой маленький. Ну, блядь, раздолбай. Ему говоришь, он сварочек? Ну, блядь, работы. Нет, он по-сварочной. Поставили у кабины протирать. От шлифовки, там, от всяких... Хрень какая-то. Пришли. Я хочу, не буду, не буду, не буду. Ну, ещё он пропуск в зубы и пошёл домой нахер. Что, значит, не буду? Что, значит, не буду? Я не буду это делать, это не моя работа. Может, вас сразу директором назначится. А это? Я сварщик. По поводу работы, кстати, Шамиль. Вот я сейчас работаю, я в телекомпании работаю. В операторе. Региональном. Нет, я режиссёр. Режиссёр? Да, выпускающий режиссёр. Ну, моя задача как? Материалы обрабатывать, записывать, если... Если нужно... Ну, короче, отправлять его в вещателю. То есть, мы сами его не вещаем в этом эфире. Ну, суть в том, что, как бы, у меня рабочий день такой. То есть, я один день работаю... Вот я два... Два дня работаю, три отдыхаю. На следующий день я работаю, два отдыхаю. То есть, у меня сейчас такая работа. Это охрененно по сравнению с тем, что я раньше работал. Ну, это графики такие. Да, графики. Нет, просто... Я раньше работал вообще, как бы, там, с восьми, там, бесконечности. Реально, я мог приехать... Двенадцать часов ночи, мог и шесть утра на сегодня сидеть. Кстати, пойти... Вот. Сейчас я просто отвлекаюсь. Параллельно как-то это я распределяю не могу. Давай, давай, давай. Я понял. Вот. И у нас сейчас работает чувак. То есть, в принципе, работа не пыльная. Ну как, пыльная, но нету такого, как каждый день работает. У нас работает чувак. Пришел в руки звука. Звукооператор. Ну, так сказать, по звуку. Молодой парень. Вот. И он только говорит, о чем он говорит? А, у нас сейчас получается так, что у нас там немного контора изменяет, если не правило. Ну, везде такое происходит. И денег экономят, и все такое. Вот. И увеличивает нагрузку. Если денег нанимает, то увеличивает нагрузку. Вот. И нам приходится вдвоем с техническим работать. И он мне такое предъявляет, короче, в последнее время. Я ему говорю, выходи вдвоем. Мы сейчас с режиссером вдвоем. И подменяй там, сука, режиссер. Пашу, например. Вот. Он говорит, а что будем подменять? Я говорю, ну, ты вообще работаешь, в принципе, ты получаешь среднюю зарплату по, вот я в Алтайском крае живу, по Алтайскому краю. У нас она составляет, в районе там, 20 тысяч. Нет, 20 тысяч. А что это вы проиграли? Двадцать пять. Я говорю, ты работаешь неполный день. Люди работают, займешь, идем, потом ты еще что-то возникаешь. То есть отношение человека, что нужно, там, по-русски. За то время, грубо говоря, он работает, день, он сколько? Часа три полных. Три часа. Вот. Эй, фигня, фигня. Это вообще фигня. Не получается, классно. Те, когда просят, выходи по три часа, не смейся. То есть, когда твоя смена на полный день. Да, не твоя смена, приезжай просто за три часа на этой стороне, чтобы нам помогать. А что я буду проезжать? А он евреи, как раз, наверное. Вот решил завалить, короче, в Израиль. Я говорю, валюсь, то есть все, все. А я, говорит, так, свалюсь, ну, короче. Здесь так, как бы, работа, по-моему, не помню. Вот. И через пять месяцев вернуться, ну, как бы, взять вот без содержания. Ну, он может так взлет, если что. Он может. Ну, просто, это нагрузка же, но у нас, причем, не токарная, а по-моему, что выровняет. Есть такая херня, то есть, поделить наклада. Ну, его, 22%, его зарплаты могут быть вычислять. Ну, у нас, вижу, говорю, сложность финансовая. У нас, во-первых, федералы учатся, не будешь. Федералы, федеральный канал. В оригинале. Вот. У нас там сейчас проблемы. У нас там совсем старуха не скрывает. Если вам потерять большую рекламу, мы же рекламу выдавим. То есть, грубо говоря, у нас там она, реклама стоит 20 тысяч минут, ну, там, несколько копеек. Вот. Увей, сейчас она прилетит. 20 тысяч стоит. А у федералов она стоит, например, 40 тысяч. Ну, вот, ты понимаешь, что если в начале идут к региональщик. Ну и то, в последнее время очень мало людей стало. Где? Кто там тебе пехоту прислать? Желательно. Это, кто у нас вот сюда летел? Здесь перекройте пехоту, я пехоту посылаю направо. Я тебе там элитки прошу, наверное. Да. Так. Олег, можешь с города разведку распределить по бокам? Да, 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 я сейчас хочу, я просто в этот... Отправлял. Сейчас я сделаю все. Сейчас мне нужно, короче, перекрыть это все. Так, где там, говори тебе, накрыть... Ох ты, михерасия. Сюда напалом заливаем. Хорошо. И то есть отношение людей, вот, ну... К работе. Я просто работал, я одна разница между, например, и... То, что я работал плюс бесконечность, да? Ну, потому что я мог уехать на работу в 8 утра и вернуться в следующий день. А в 6 утра было такое? Почему было это часто? Я понимаю, есть такая... У меня тоже самое в том году, в котором было... Заказывать не было. Зарплату у некоторых рабочих достигал 12-13 тысяч. А молодые просто убегали. Просто им делать нечего было. Нафиг, закрыть вот такие копейки, работать. У нас, как там, с артой, с авиации. А то нас слева сейчас убит. А тут, знаешь, как бы и с правой тоже. Тут нужно, как бы, по центру давить. Ну, вот слева, ребята, с мозгами. Да радар-то пофигу. У нас тут земли фигачат. Вот, например, артой можно пострелять, а они не двигают. Я могу центр давить, короче, чтобы на себя, понимаешь? Но я только же сейчас на право переключился, чтобы помогать. Да, тогда не дави. Не, у нас, в принципе, пока все нормально, но мало ли. Очень много арты, очень много арты, самый большой. Причем, такой, знаете, как, короче, мощненькой. Откормленный. Кушенка-то есть, кушенка-то нет? Ну, а что я могу отправить туда? У меня она есть. Нет, нет, я отправлю. Я отправлю. Нам бы туда и туда. Я одну подведу, короче, с кушенкой. Сейчас пехота придет направо. Доброе утро. Пехоты, если есть возможность, сюда закидывайте. А как пехота в английском? Instant 3. Инф, да? Инф может написать, да, они поймут. Хуя, есть сейчас кинуть, короче, вот здесь дохера пехоту. Сейчас скину. Пять очков наберу. Не сильно много, но... Вы вот, если бы это ПВО еще убрали, тогда я наверняка бы долетел. А то мало ли. Кидаю по твоей метке и по этой пехоте. Чуть-чуть вперед. Да-да-да-да-да. Второй авось направили на... Эту... На ПВО. Жуть. Бомбы пошли. Ой, отлично! Очков 100 разом набил. По 15. Там очень много было. Уже нету. Мне, значит, нет, что не нужно. Мне, браток, не нужно. Нам арту нужно. Нужно вот такую, кассетную арту, и их покупать на полоски. Ой, по ложке говорю. Ну, короче, понял. Танк свежишь, нет? Или... Ашка. Если получится, он выйдет на прямую выстрел, то есть... Жу. Волк оформлен в племанс. Томарки сидят. Томарки сидят. Так укажу. Чуть назад она, люби. Чуть-чуть назад она, люби. Дальше. Чуть назад она. Чуть назад она. Китаю. Выбил, выбил. Выбил. СМ-ку ставлю на это. СМ-ку ставлю на это. Эх, у Кашку потерял, нам ничего страшного. Минометы светятся. Амусы светятся. СМ-ку ставлю на это. Пацаны, а не хотите друг в друга? С такими человеческими настройками. Не-не-не. Человеческие настройки. Мы гетеросексуальные. Ты говоришь, как-будто это что-то плохое. Хе-хе-хе-хе. Тут чё, не будем? Чё, интересно. Да ну, друг против друга не хочется. Мясо, мясо. Давайте против балалайка, если хотите, если хотите. Это можно. Можно? Будете? Против балалайка можно? Ну, это видимо кто-то. Добрый вечер. Добрый вечер. Серов, Саня, будете с балалайками? Само собой нет. С кем с кем балалайками точно нет. А друг против друга вы будете? Мне кажется, ты не совсем усвоишь информацию. Ну, понимаешь, что у каждого своё мнение. Кто-то будет играть друг против друга, но не будет с балалайками. Кто-то будет с балалайками, но не будет друг против друга. Я задумал половину балалайок, половину наших. Хотя каждую команду. Мне кажется, все согласятся. Какой ты хитрый. Ну, ладно. Нет. Значит, нет. Синдром вернулся. Да, да. Что у вас там слева? Все нормально? Слева отлично все. Отбились и в наступление пошли. Справа тоже движемся. Там если бомбры нужны, я могу пожертвовать на 200 очков. Я тут еще кучу. Могу напалом залить, если хотите. Говорит, не ласт. Вот здесь вот танки. Расскажи, пане. Расскажи, панки. Ракета в действие за действие, дружи, команданты. Ведел всем, что нас длога в плиту не забрали. Ну, мой, мы ходим дальше. Не дашь, потребление, не врань. Смайл, если что, кричи, у меня там пехота лежит, я пока на центре. Хорошо. Я про элиту говорю. Не-не-не, я там пока закрепился так, чтобы не прошли и разом все не выбили. Ну, кандидат, да, на этот, на напал. Включаем, будет. Сипроцентр. Ага. Дааа, 2-4 сдох. Дааа, 2-4. Даа, 2-4, кандидат. Дааа, 2-4, кандидат. Дааа, 2-4, кандидат. Даа, 2-4, кандидат. Ну их че, тут ПО, что ли, на двор лежит? Даа, дружи, коменданты. В лесу безрадарники. Даа, 2-4, кандидат. Ну вот окончилось, да? Да всё. А они просто хотели, чтобы их любили. Там небо кто-нибудь может подкатить? Или что-нибудь такое тяжёлое? Возвращение. Сбега с львом брау. ДА, груза, командант Экс. Сбега с львом брау. Сюда, в город, есть что-нибудь типа МИД-24? Сейчас город у вас будет. Миномет, пометки с левым. Миномет, пометки с левым. Миномет. 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 Миномет, пометки с левым. Миномет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Похоже на то. Да, да, да. У них нет остановок. Вот она, слева. Но это не все. Ну я что-то еще обнаружил там. Слева у себя. Но не понятно, что это. Нет, это миномет. Как всегда, херанули мне по вертушке наши. Вы ролик не смотрели, где там у нас рандом угробил... Дружеский рандом угробил три апачи? Нет. Ну там... Да недавно я выложил. Я как-то в последнее время утром играю. Наши все, естественно, спят. Часа в четыре, шесть. И вот там один долбанул курносиком. Все? Нашли слева? Все хорошо. Нет. Я слева никого не убил. Может рандомы. И вот слева он там курносиком убил мой лонгоу и еще два апача. Чьих-то. Потому что хотел убить кшемку, которую мы добивали. Музыка. 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 Музыка.